Проверка связи. На подготовку к основной и самой яркой части учения армейским подразделениям из Кыргызстана, России, Китая, Таджикистана и Казахстана была неделя. Отрабатывали навыки ведения огня, тщательно готовили технику, чтобы в самый важный момент она не подвела. И этот важный момент уже сегодня. Данный воинский контингент предназначен для проведения только антитеррористических операций. Условия проведения разные. Это зона ответственности организации. Организаторы пообещали всем собравшимся увлекательное зрелище, приближенное к реальным боевым действиям. Взрывы, стрельба, самолеты. Все по-настоящему. Волныя на месте в 18-19! Волныя на месте в 18-19! Я беру прием! По легенде учений, в условном государстве террористы спровоцировали беспорядки. Пытаются захватить власть и перейти границу одной из стран шанхайской организации сотрудничества. В горный населенный пункт выдвинулся спецназ, чтобы эвакуировать людей. Спецназ о своей задаче справляется, но понимает, что без огневой поддержки не обойтись. Массированные артиллерийские залпы заставили дрожать всю окружность. Такое можно увидеть только в кино. Истребители-вертолеты наносят по врагу сокрушительный удар. Поставленная военным руководством задача выполнена благодаря слаженным действиям объединенных войск ШОС. Несколько дней подготовок не прошли даром. Военные служащие получили навыки. Они совершенствовали свои полевые выучки при выполнении служебных боевых задач в различных условиях обстановки. Совершенствовали слаженность органов управления при подготовке проведения антитеррористских операций. Подобные учения, где принимают участие сразу несколько стран, жизненно необходимы, уверены военные. Ведь главную опасность в современном мире представляют именно террористические организации. Сегодня получилось практически все, но есть над чем поработать. Я ставлю оценку всем нашим военным службам, в том числе Китайской Народной Республике, оценку хорошую. Высшие военные представители государств-членов ШОС поблагодарили всех участников учений за хорошую работу. Стройными рядами солдаты прошли торжественным маршем. Военные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2016» завершились. Условный противник уничтожен в маневрах. Приняли участие до 2000 военнослужащих и до 300 единиц военной техники. Это были самые масштабные военные учения за всю историю независимого Кыргызстана. Следующие учения «Мирная миссия» пройдут в 2018 году в Российской Федерации. Наиболее отличившихся бойцов и командиров наградили медалями и грамотами. Через два года многие из них снова встретятся на импровизированных полях сражений. Шавкат Тургаев, Алишер Мудалипов. Настоящее время из Икульской области, Кыргызстан.